Лада Христенко В 543 и в 544 в Москве эфире мы с вами разбирали технику акварели. Ну вот, если вы помните, да. И сейчас вы узнаете о трех способах сборки акварели. Эти три способа сборки зависят от того, чего вы хотите. То есть, что вы хотите шить на самом деле. Вы хотите шить подушечку, вы хотите шить сумочку, вы хотите шить одеяло. И вот каждый из трех способов ориентирован на то, какой объект вы хотите шить. Сейчас мы рассмотрим все три способа. Первый способ сборки называется доминанта. Почему он называется доминанта? Потому что мы выбираем одну доминирующую ткань. И из этой доминирующей ткани собираем какой-то акварельный узор. Ну вот в данном случае квадрат 5х5. Еще раз напоминаю, квадратики размером 6х6 см. То есть, квадратов 5х5, а размер одного квадрата 6х6. Это для тех, кто переспрашивает. Доминанта, потому что мы используем одну ткань, повторюсь. Часто бывает, что мы используем одну ткань и процентов 80 другой ткани. Ну вот, например, как здесь, посмотрите. Это вот боковая часть сумки. И напоминаю, мы с вами шили вот такую сумочку, да? Ну вот такую типа сумочку. И вот как вариант, вот, пожалуйста, вам боковушка сумки. Может быть вот такая. Здесь в основном одна и та же ткань, только здесь, здесь, здесь и здесь. Другие ткани. Вариант еще, пожалуйста, вот, посмотрите. Тоже, в принципе, одна ткань с небольшими вкраплениями. Какой-то другой ткань. Вот это все вот. Вот это вот одна ткань. Вот это вот все одна ткань. Вот вариант цветка, сделанного из отреза ткани, которая была с браком. По-первых, ткани шла вот такая непропечатанная полоса. Но посмотрите, мы можем как-то это модифицировать и сделать что-то вот такого типа, да? Или вот, посмотрите. У меня не очень... Ткань совершенно как бы такая дикая. То есть посмотрите, вот это все, одна ткань и только два кусочка другой ткани, которые придают живость нашим с вами объектам. Ну и давайте посмотрим, как все-таки нарезать ткань на вот такую вот акварельку. И как ее собрать? Конечно же, раптинные операции я делаю в скоростном режиме. Итак, что я сделала? Я нарезала квадраты размером 6 на 6 сантиметров. Если в ширине 110, у меня примерно 18 квадратов, я отрезала 4 полосы, то сейчас у меня 72 вот таких вот квадратика. И в принципе из них, даже если у вас нет никакой другой ткани, вы уже можете собирать интересный узор. Ну и еще обратите внимание, из двух листов бумаги, обычных, даже это черновики какие-то, это не миллиметровка, не специальная какая-то бумага. Я просто подготовила матрицу. То же самое, 5 квадратов, ширина каждого квадрата и длина, соответственно, 6 сантиметров. И сейчас по этой матрице я буду выкладывать узор. КОНЕЦ Вот смотрите, я сейчас поработала в режиме реального времени. Я сейчас закреплю иголками этот узор и дам ему где-то сутки повисеть у меня на стене, потому что что-то, возможно, вот даже где-то здесь захочется заменить. Обратите внимание, что ткань все-таки одна, и только раз, два, три, четыре, четыре квадратика из 25, то есть менее 80%, я заменила другой тканью. В принципе, можно этого и не делать. И узор у меня не в центре, а немного смещен вниз. Ну, примерно вот здесь центр композиции по золотому сечению. Для чего я так сделала? Мне хочется сделать летнюю сумочку, чтобы узор, ну, то есть темная часть была смещена вниз. Вот с этой целью я его делаю. В принципе, я вам уже показывала, что можно сделать узор и по центру. То есть вот здесь центр композиции в центре. Это воля ваша. Итак, вот первый способ доминанта. Да? Мы сейчас это отложим. Пусть это немножко повисит. Я еще немного подумаю. Вот уже прям хочется вот это переложить. Да. Ну, сейчас я переложу. И, в принципе, посмотрим, что у нас получится. А мы с вами сейчас перейдем ко второму способу сборки, который называется диагональ. Нет, все-таки я не удержалась и переложила. Сейчас я все эти квадраты быстренько соберу и сложу в отдельную стопочку. Способ сборки диагональ является более сложным. В чем смысл? В том, что мы с вами ранжируем ткани от самых темных до самых-самых светлых. Ну, вот примерно вот таких вот. И вся наша история, которую мы тут сочиняем, это переход от темных тканей к светлым. Причем диагональ может быть вот такая, может быть вот такая вот. То есть впуклая и выпуклая. Ну, давайте сейчас попробуем. Я попробую вам собрать в режиме реального времени. Посмотрите, самая темная ткань. Вот ткань чуть-чуть светлее. Вот ткань еще чуть-чуть светлее. Вот еще светлее ткань. Ну, или вот эту вот, допустим, можно положить вот так вот сюда. Смотрите, вот я собираю ряд уже, да? Аранжирую, посмотрите. Теперь надо еще что-то посветлее. Ну, скорее всего, будет вот эта полосатая. Вот сюда же относится вот такая ткань. И сюда же относится вот такая ткань. Еще посветлее у нас вот такие ромашки могут быть. Ну, это хризантема, но не важно, что это. И, в принципе, более светлая ткань. Это вот так. То есть нам нужно 7-8 видов тканей с градацией по светлоте. От самой темной к самой светлой. Начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, посмотрите, я собрала акварель в технике диагональ. Что мы с вами сделали? Самый темный квадрат 1, да? Чуть-чуть светлее, но тоже темный 2 по диагонали. Почему называется диагональ? Еще чуть-чуть светлее 3, еще чуть-чуть светлее 4, еще чуть-чуть светлее 5. Вот тут у нас были одинаковые ткани. Ну, то есть ткани из одного рулона вот здесь. А вот здесь мы уже стали немножко играть. То есть вот диагональ еще светлее, посмотрите, да? Вот диагональ еще светлее и 2 самых светлых диагонали. Вот эта ткань, посмотрите, вот такая с крупноузорным и очень контрастным рисунком. Она в данном случае, конечно, тут меня просто вот оказала мне неоценимую, так сказать, помощь. Ну и в принципе можно вот такими тканюшками работать. Вот такую я ткань не использовала, а тоже, кстати, можно было ее использовать. Она смотрится очень интересно. Ну и вот всякие темные тканюшки с кусочками цветов, допустим, да? Их можно ставить вот на такой черный квадрат. Ну, вам понадобится либо одна очень контрастная крупноузорная ткань, либо до 9, может быть 10, 11, 12, может быть 5 по-разному. Вот таких вот черно-белых тканей. Не обязательно делать диагональ в черно-белом варианте. Ну, этот вариант, вот черно-белый, дает нам наибольший выбор. То есть у нас больше опций получается. Сейчас попробуем сшить и посмотрим, что получится. Да, перед тем, как мы начнем собирать. Смотрите, я сомневаюсь, допустим, оставить ли вот такой квадратик, или, может быть, положить вот такой, или, может быть, положить вот такой, да? То есть меня посещают сомнения. Как решить свои сомнения? Сделайте фото. Сделайте фото вот так. Сделайте фото вот так. И сделайте фото вот так. И вы знаете, глаз фотоаппарата, возможно, поможет вам сделать правильный выбор. Поэтому диагональ. Делайте фото. Выбирайте. И сейчас начинаем собирать. Посмотрите, что я сделала. Я сшила первый столбик со вторым, к ним пришло третий, к ним пришло четвертый, к ним пришло пятый. Нитку я не отрывала. У меня получилась вот такая вот, условно говоря, сеточка. Посмотрите, я не разрезаю нитки. Сейчас пойду на гладильную доску и заглажу. Припуски первого, третьего и пятого ряда влево. Припуски второго и четвертого ряда вправо. Ну, в принципе, можно и наоборот. Это не играет существенной роли. И после этого уже буду сшивать ряды методом замка. То есть у меня этот ряд, припуск, будет лежать в эту сторону, а в этом ряду в эту сторону. И у меня вот так вот стык, посмотрите, видите, да, будет разложен на разные стороны. Он будет очень комфортным. И вот эта техника называется замок. То есть вот здесь вот как бы возникает такой замочек. То есть шовчики с этой стороны и с этой совмещаются друг с другом. Вот смотрите, я собрала блок 5 на 5. Его размер в готовом виде будет 24 сантиметра. Сейчас, перед тем, как дальше работать с тем блоком, мне нужно его проглавить. Через два слоя влажной марли и потом досушить сухим утюгом. Вот посмотрите, я прогладила и досушила блок. Размер его сейчас в сборке 25,2 сантиметра. В готовом виде будет 24 сантиметра. Почему я на это обращаю внимание? Потому что это мне важно для того, чтобы определить, какой размер одеяло мне нужен. И вот сейчас, ну, уже не при помощи физической сборки блоков, а при помощи компьютерной модели, ну, потому что так быстрее, так вам понятнее, я просто покажу, как можно собрать из таких блоков центр лоскутного одеяла. Смотрите, после того, как мы с вами нашили несколько таких блоков, начинаются, ну, просто игры и танцы с бубном. Обращаю внимание, что вот этот блок симметричен относительно диагональной оси. То есть он не полностью симметричен, но, в принципе, относительно симметричен. И вот, используя вот это правило симметрии, мы можем с вами сделать, смотрите, блок 4 на 4 в таком варианте. Блок 4 на 4 в другом варианте. Мы можем с вами собрать центр одеяла 6 на 6 блоков в таком варианте. Или вот в таком варианте. Это далеко не все разнообразие того, что мы можем с вами сделать. Но посмотрите, какое богатство событий дает нам вот этот небольшой диагональный блок. Размер его 24 на 24 сантиметра. Если мы собираем центр одеяла 6 на 6 блоков, соответственно, у нас получается центр 144 на 144 сантиметра. Пришивая с каждой стороны кайму по 30 сантиметров, мы фактически можем создать одеяло размером 2 на 2 метра. И, наконец, давайте перейдем к самому, наверное, сложному блоку. Это третий вариант сборки. Этот вариант сборки я называю красный цветок. Помните, как у киплинга далеко-далеко в джунглях растет красный цветок. Вот посмотрите, вот у меня блок 5 на 5 квадратиков. Каждый квадратик, еще раз напоминаю, размером в раскрою 6 на 6 сантиметров. Вот это фактически готовая заготовка для подушки. А вот уже готовая подушка, как вы видите, да? Посмотрите. Что мы здесь делаем? Сборка этого блока, как вы видите, осуществляется из разных совершенно тканей. И смотрите, вот, допустим, что мы делаем? Мы определяем центр композиции. Центр композиции вот здесь, я показываю пальцем по золотому сечению. Вот в самом верхнем углу 2 на 2 квадрата, вот здесь вот. И от этого центра композиции мы начинаем выстраивать лепестки красные. Посмотрите. Мы их выстраиваем не слишком далеко, в разные стороны. Ну, или вот здесь вот, посмотрите, да? Вот так вот. И постепенно мы тоже переходим к тому, что здесь темно, а здесь светло. Ну, просто мы достраиваем все это разными-разными-разными тканями. Получается дико красиво. Ну, дико не хорошее слово, получается безумно красиво. Смотрите. И доработав вот этот узор каемочкой, вот эта темно-зеленая кайма у нас, да? И вот эта светло-бижевая кайма, мы фактически получаем... Ну, вот эта заготовка для подушки 40 на 40 сантиметров. Конечно, можно шить и такие одеяла, тоже используя принцип диагонального построения, как мы с вами делали. Я часто делаю мастер-классы на тему вот красного цветка акварели. Как он строится? Посмотрите, вот мы определили центр. Я вам просто беру из случайных квадратиков, показываю, да? Вот у нас центр композиции, и, как правило, это должна быть какая-то точка. Ну, вот, допустим, вот у нас будет точка, да? И дальше мы с вами начинаем... Нет, давайте вот этот вот. Вот, вот. Мне как-то больше нравится, да? И мы с вами вот здесь внизу начинаем выстраивать, достраивать как-то каким-то образом цветок. Ну, я сейчас вот прямо в режиме реального времени это делаю. Конечно, на это надо немножко времени подумать, поподбирать, там что-то повыбирать. Конечно, я это сделаю. Ну, вот, допустим, мы построили какой-то цветок, да? Допустим, вот здесь. Теперь мы должны застроить, условно говоря, вот тут края, и они тёмные, потому что здесь земля. Здесь земля, и мы выстраиваем что-то тоже тёмненькое. Возможно, что-то... Ну, вот примерно такое, условно, условно пока смотрим. И дальше я начинаю... Вот здесь ещё тёмное у меня, а вот сюда начинает всё светлеть. Давайте я сейчас попробую в красном режиме, чтобы вас не рожать. А вы посмотрите, что получится. Вот, посмотрите. В данном случае я не подбирала ничего специально, и, конечно, здесь есть ещё над чем поработать. Но вот когда вы собираете такого рода рисунок, во-первых, вы учтите, что у вас с каждой стороны по 6 миллиметров уйдёт в шов. То есть рисунок станет более плотным, и вот эти края, вот эти вот, у вас уйдут в швы. Во-вторых, часть рисунка, если у вас где-то что-то не совмещается, вы можете доработать стёжкой. Ну, вот как, например, вот здесь, посмотрите, вот видно, да, что вот стёжечкой мы как бы продолжаем вот этот цветок. И стёжка нам в данном случае, вот эта свободноходовая стёжка, она нам помогает как бы проявить вот этот наш рисунок. Вот таким примерно образом у нас с вами собирается блок, который называется «Красный цветок». Вот этот надо поменять, поменяю сейчас. Ну, это, наверное, самый сложный и самый эффектный блок из тех, которые можно собрать. Ну, я полагаю, что ваша фантазия этим не ограничится. Поэтому шейте акварель – это очень интересно. Составляйте из неё различные композиции, различные лоскутные одеяла. Итак, дамы, резюмируя всё вышесказанное, мы с вами сегодня прошли, изучили, поняли, как делается блок акварель доминанта. Ну, то есть самый простейший способ, причём доминанту вы можете центр смещать вот сюда, вот центр композиции. Либо вы доминанту можете делать вот так по центру. Вот это вот хорошо для всяких поношечек и подушечек. Вот это для более крупных объектов, да? Значит, дальше мы с вами изучили диагональ. И это блок, дающий нам возможность работы с крупными объектами. Сейчас ещё об этом договорим. И мы с вами изучили красный цветок. То есть красный цветок – более сложная композиция. Он может работать как некрупный объект, то есть как подушечка, наволочка, ланчматик и так далее. И как составная часть более крупных объектов. Теперь давайте посмотрим, что же можно сделать крупного. Я не зря вам приколола вот эти вот заготовки. То есть это на бумажку, на колотые заготовки акварели. И сейчас я собираю центр. По сути дела, вот из таких диагональных, они могут быть не обязательно чёрно-белыми, они могут быть красными, зелёными, синими и любыми, какими вы хотите. Вы можете собирать крупные объекты. Например, одеяло размером 6х6 блоков по ширине и по высоте, то есть в сумме 36 блоков в центре, плюс ещё кайма. То есть у вас одеяло будет большим примерно 2х2 метра. И сейчас, вот прямо сейчас, сейчас вот так будет листалка, и вы увидите, какие центры одеяла можно сделать вот из таких простейших блоков диагональ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у меня на сегодня всё. Много я вам рассказала. Ещё больше информации вы можете получить в нашей открытой группе в Телеграм. Она внизу по ссылке. Там периодически, ну, касаемо акварели, выкладываются всякие способы такие эффективные, коротенькие. Там всякие схемки выкладываются и так далее и тому подобное. Поэтому приходите в группу Телеграм. Ну, и, конечно, учитесь у нас в курсе ремесло. У меня на сегодня всё. Всем пока, всем удачного дня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оскудное житьё, сладой христенко, Отдыхай душой, наслаждайся моментом. Оскудное житьё, оскудное житьё, оскудное житьё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова